Меня зовут Горобова Ольга, я компетентующий психолог. Рада вас с вами познакомиться. И я пришла вас познакомить с методом, которым я работаю. Вы думаете, мы будем много прочитывать. Я вкратце расскажу о чём-то. И что мы будем делать. Тренинг называется «Про предотвращение, как его найти». Будем его мы находить во второй части нашей сегодняшней лекции. Назовём это так. Потому что в первой части мы будем немножко другие делать практики. Повышать вибрации. Я буду включать на вас любовь, потому что медитация. Но не совсем медитация. Это как трансовая такая техника. Хорошо, я подобралась к сути. Метод, по которому я работаю, это ахманский метод моего учителя. Психоаналитика Надежды Королёвой. Называется он онлайн. Принцип его работы — это трансперсональный подход к психотерапии, совмещенный с раджа-йогой. То есть к восточным методикам, которые включают в себя такие техники, как медитации. Но это мало сказать. Тут ещё научный подход, философия, психология. Это такая компиляция знаний из разных источников. В том числе и религиозные есть аспекты, такие как Камбалам. Это древо сифирот, кульхот, кому известно. То есть эта сифиротическая система тоже входит в это истечение этого метода. Тут на разных уровнях с людьми работают. С МЛП ставлю я хочу уточнить, что я являюсь МЛП-мастером сертифицированного. Белого и Катитиного Гидлера, но это был мой учитель, у меня два года обучалась. И вполне обладела МЛП-мастером, инструментом, самым классным методом, который входит в предметах онлайн. Это десятишаговый рефрейминг в конкурсе, это в течение этого вопроса задаёшь. И совмещая это с трансперсональным подходом, то есть вводишь человека в транс, я работаю в основном онлайн. Оффлайн для меня я делюсь с вами этим методом, на публику с вами, и также иногда при их площадках выступаю. То есть моя задача здесь рассказать, поделиться, показать, как это работает, чтобы вы прочувствовали, что это, о чём есть. Потому что говорить ему много, но пока вы не попробуете, не почувствуете, на себе сложно ли с их словами. То есть это метод трансперсональный, его надо ощущать. Тогда вы поймёте, о чём будет. Но теория нужна немножко рассказать. Вот, в транс я завожу людей, будем массово делать это. И потом, если кто-то захочет, я могу индивидуально поработать, с двумя людьми, потому что мы два человека, это минимум полчаса работы. У кого есть такое желание, я просто сейчас взрослый сделаю. За то, с чем поработать. И чтобы ты понимала, с чем захочешь выйти, и будем работать. Ну, что не только первый ряд задействовать. Я буду человеку возьмём, а тогда я как два часа, на полчаса точно выйду. И чтобы вы их прочувствовали по опыту прошлой лекции. Своей лекции тоже поняла, что будем, зашло и почувствовали, как мы делились в сайте. Вот, а уже во второй половине будем на всю руку работать. Вот, так, трансперсональный, о чём я хотела сказать. То есть я вожу в транс, и потом уже подключаю науки. Десятишаговый репрессивный. Человек, когда находится подключённый к своим напрямую лекции, на эти вопросы отвечает уже чётко, выходит на проблему, которая предъявит его, и выставляет жить неэффективно, или, допустим, в каких-то ситуациях реагирует на лекарство. Мы выявляем причину, это иногда может вообще действовать и забыло. И меняем, тут же в моменте человек сам доходит решение, переключает этот токсичный, токсичную установку, которая заставляла его беспокоиться, приборжиться на протяжении многих лет. Он сам переформулирует, тут же в моменте переставляет, меняет, как перепрограммирование называется, да, программку токсичную стёрку вирусную поставил в голову, и уже потом мы выходим на то состояние в теле, которое мы закрепляем, и карим, какой нам при этом называется. В дальнейшем человек, я ещё прошу, в течение 20 дней, это состояние закрепляет. Закрепляет как? Повторять тот вывод, который он сделал здоровый, в течение 20 дней. Ну, или написать на бумажечке, там, где чаще всего, если от дома падает, смотреть. Ну, то есть, это в самом простом варианте, я вам сейчас описала, как работает метод. Сейчас мы будем его с вами практиковать, потому что говорить для вам много, это неинтересно, интересно, когда в пещам заделись. Так, с чем я хочу сейчас немножко, выисколько перерыв делаете? 8 часов, перерыв на 10, на 10, на 20, на 20. Для чего я блокнот и ручки дала, если у кого-то нет? Моя позьба, сейчас мы зайдём в практику, я сейчас общую сделаю. Напишите через практику, у каждого наверняка есть какие-то вопросы по жизни, которые они не могут получить ответ, не понимают, как, что ты пишешь, или что нужно. Вот возьмите, можете раздать этот блокнот на лицо, брать кусочки в карандаши, напишите этот запрос, сейчас я вас заведу в такой вот инфраструкт, и вы там, сиди, ответите на этот вопрос сами. Не скажу, что у всех правды будет, что он может следить через время. Те энергии, которые я вам на базе была в руках, они будут действовать в причине первого времени. То есть, если сегодня вы не получите ответ, вы его найдёте в течение нескольких. Но обычно, не буду с вами. Достаток с нами, люди на высокое зависимости, а здесь группа на конкурсах, вы там люди это ответственность. Когда вы-таки готовы, скажите, я нашла. Интересно. Это интересная такая практика, но если вы доверитесь, и вы получите, что я вам предложила, вы найдёте один вопрос, посадите. Ну, лучше один. Чтобы не ценизовать по-разному. Потом мы можем повторить. Если какие-то вопросы выжить, то я помню. Если вы принесли, вы сами мои действия. Привели меня. Причина. Причина. Какое решение. Материально, да, чтобы вам более чёткие ответы. Да, конечно. Хочу сказать по праву. Мы сейчас зайдём, я вам помогу разделиться, подключиться к своей собственной интуиции. И в большинстве. Люди, которые в основном живут эмоционально, ну, эмоционально, если вы так помните, они видят обоих. Видят там хлеба, овощи, зверюшек. Только такое. Люди на эмоциональном, которые преобладают чувственной асферой, решения принимают. И люди, которые живут умом, или у них больше разум преобладает в жизни, они сразу идеями, фразами подходят. То есть сразу наш формулировка. Будь максимально внимательны к тому, что первое облетает голову, мысль. Не начинать рассуждать, не оценивать. Подсценки, осуждения, убирайте. Даже если вам зелёная корова пришла, то даже это выписывайте. Образы могут из бессознательного выскакивать разум. Потому что я вас именно в серу бессознательного не так обладала. И то, что раньше Фрейд называл бессознательным, в современном мире называется астральное тело. Астральное — это тело чувств, которое оно везде. У нас нет какого-то границ. У нас астрал, он по всему. То есть если нам хочется подумать о человеке, мы на него настраиваться, мы не чувствуем, на миге, что он чувствует. Даже если он на 10 минут, у нас не делал себе такой. То есть мы все этим обладаем. Моя задача — вам рассказать, как этим пользоваться, как это себе раскрыть. И как это можно познать? Как это? Это можно, да, это как распознать, одно дело раскрыть, но еще натренировать. Все. Эти знания, они у нас есть, мы не только не знания, а даже умения. Они есть у каждого. Их можно натренировать. И я тот человек, который натренировал. Кто-то раздается с этим даром, ясно-виденец, знание, ясно-чувствование, по запахам. У всех свои уникальные способности этот мир воспринимать. Это можно натренировать. В этом есть алгоритм. И это можно вызывать в любом уровне. Да. Это можно и постоянно. И это можно использовать в бизнесе. Это вообще шикарно, когда ты можешь считать мысли партнера, еще даже не зайдя в сделку. Это вообще шикарно, но это нужно тренировать, и это нужно всегда на сколько проработать и очистить. Для этого психология на начальных этапах очень даже заходит, потому что пока мы дойдем до этого уровня, нам нужно сижу свое тело, свои мысли очистить и этого излечить. Вот эти, знаете, как хорошо наш компьютерный дел сравнивает, что нас родители загрузили в ПО определенное место. Какое-то работает и эффективно проживание. Такое-то токсичное не работает, как хлам, мусор, кэш, спам, как угодно. И этот спам-кэш помогает вычистить психологию и всякие различные методы, которые вам подходят. И вот вы оседа очищаете, тогда вас автоматически открываются остальные возможности в секунду окна. Это как протереть стекла на очках. Да, шоры, фильтр восприятия. Вы очищаете и у вас сразу раз тем, кто в тимболке сюда. Так, все написали? Да. Можно можно? Можно. Позвольте. Подождите. Можно? А можно еще раз запрос сказать, что надо? На сегодняшний день ситуация, которая у вас приходит, в которую вы не можете найти ответ или какая-то внутренняя, не знаю, может, с ребенком, может, с мужем, может быть, в работе, что вы не можете понять, как вы решите? Что решите? А на те ответы? Написали, думаете, думают. Не знаю, можно парать. Баланс вести. А если какие-то страхи определенные, тоже? Напиши. Если сам для тебя там, бывает, ничего не зажгутся. Вам нужна когда-то там выйти, что поможет? Это нужно записать или просто подбирать? Запиши, пока вы пока заведете, и потом потеряете. И потом, когда я вас заведу, надо будет задавать, я вам скажу, сделаю, задавайте вопросом, и сразу вы заведу выход состояния трансового разделения задавайте, задаете себе вопрос, который у вас сейчас не узнает. Вот те информации, которые вам заходит в голову, и ему, и он, и он, и он. Желательно выяснили. Потому что потом наш дюй имеет свойство нас сбивать. мы же умные, что мы знаем, как жить. Никуда, потому что это уже умно. В абсолютном моменте. Вот, поэтому я... Да. Это правильно. Вот, и когда вы подключитесь к своему, вы, что мы, я это называем, ну, интуиция, вам придут самые точные, которые именно, они могут звучать или выглядеть абсурдно, но потом, когда вы со мной раз отарветесь и пойдете там жить в жизни, и потом проанализировав, потом так, в данный момент, вы поймете, зачем вам была такая информация. Вы можете в моменте даже не понять. Вот я в прошлом году проводила тоже тактику. Пришел у девушки образ хлеба. Хлеб. Хлеб. Ну, почему он? Ну, возможно, зачем у тебя социализуется хлеб? Запад уюта, типа, ты приходишь, тебе хочется запомнить. уютник, 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 разу не ставишь. Ну, для меня это там, для него это что-то другое. Ну, достаток. Ой, не дадим. Ну что, товарищи, готовы? Так, большая, что будет пара, которые не смотрели, если бы с тобой попадете в жидко. Нет, я все конкретно. У меня мои универсия от этой ямы. Да, я тоже была подзаблездаем. Сейчас ваша задача. Здесь максимально удобно. Ощутите-то в этом теле максимально комфортно. Ни на что не отвлекало, никакие резинки, что там не сжимали, ничего, не мешало. Ну, я думаю, кто не участвует, просьба не разговаривать, не отвлекать на себя внимание, потому что я там не забьюсь с ритмом, а люди, которые топа-топа пробуют этот инструмент, могут отвлечься и не умеют пройти практику, как-то все. Все, приступаем. Расслабляемся, вдохнуть, так минимум, три раза, вдохнуть, выдохнуть, это расслабить в другом теле. Может, теперь выключите? Да, нормально. Вы, главное, не шумят. Давайте слушать, переподобой. Все, идем за моим голосом. Мой голос, это ваши мысли, но выдача в несколько минут. Ни о чем не думаем, не вспоминаем, никаких тревогов в голове не делаем. Все, расслабляемся. Чувствуем себя в максимальном форме в своем теле. Комфортно ощущаем себя в этом теле. полностью погружаемся в ощущения свои. Вдох-выдох. Если сейчас я питатель тела, это мое тело. Сознание, центр головы, личности, помещают в удобное место, на плечку, в центр живота, на голову. Даем бутылку лимонада и пускай он нас не отвлекает. Еще раз делаем глубокий вдох-выдох. Расслабляемся. расслабляемся. Ощущаемся до хозяева в теле. Еще раз произносят формулироваться мысленно. Здесь и сейчас я питатель тела. Это мое тело. Сознание в центр головы. Уличность в удобное место. Расслабляемся. И сейчас в этом расслабленном состоянии расширяемся. Голова как большой как большой чупачокс. Расширяемся до размеров огромной вселенной. Я во всем. Все во мне. Идем за моим голосом. Расширяемся. Выходим в космос. Рассматриваемся. Расширяемся, расширяемся. Вокруг галактики расширяемся. По размерам с целого галактики. Я такой большой-большой. Прибольшой. Расширяемся, расширяемся. И вот из этого расширенного состояния я во что во мне. Я творил свои реальности. И из этого расширенного состояния заходим в точку между бровей. Это область третьего глаза. Область нашего сознания. из этой точки идем по нашему запросу. Формулируем тот запрос, который вы себе написали перед началом практики. Мы мысленно формулируем и спрашиваем, какой ответ мы хотим получить. И вот сейчас в этом состоянии к вам выходят самые верные ответы. не спешите максимально. Осредоточьтесь на своих ощущениях, образах, мыслях. Не оценивайте. Не осуждайте себя, не ругайте, не притекуйте. Все как приходит, все верно. и можете записывать, если пришел какой-то образ или ответ, идея или фраза. Можете взять и записать ручку. Глаза можете открывать и выйти в состоянии писать, отмечать все свои инсайты, какие образы вам. Это уже можно с начала работать. Вы сейчас в этом разделенном состоянии вас ничего не соберет. Оценку убираем, создание осуждения включаем. Вы все нормальные и все видите так, как нужно. так, какие вопросы имеют. Я сказала, что может сейчас не прийти, в течение трех Это может быть в разной форме, человек может прийти к тебе, какой-то совсем не знакомый, даст помощь, все возможно, просто нужно быть открытым Ожидание убрать, что это как-то определенным образом должно происходить, ожидание мешает Так, у кого вопросы есть? А можно отправиться? Если что-то смешно или непонятно Ну там разные, если не хочешь, не говори, да там же такой ответ, и не всем его нужно Поэтому я вам задала вести всем отдельно, чтобы вы сами, я смелых вызвала, чтобы готов озвучить где-то, чтобы работать на публику, чтобы не стесняться У меня пришел образ Я как бы ждала, ждала, ну я вообще ждала, что-то будет или нет, ответ какой-то И когда я отвлеклась, он раз и появился Вот видишь, ожидание теперь закрывает, вот это ожидание Образ понимаешь, о чем? Ты можешь задавать дополнительный вопрос, о чем, что это, или что, за мной дополнительный То есть вот это ожидание, это ум личности буквально Ага, давай Вы знаете, я открыла глаза, и меня между мысами фраза Вот фраза прям, которую я поняла Ты поняла, да? Зачем? Ну ответ на запрос вы получили? Или что, все равно? Нет, ты куда? Потому что я увидела, это просто нечего Ну вот, если ты пойдешь со мной, мы тогда будем дальше делать Деньги по кругу, и ты сам разобрал Просто, если есть небольшие заболосы в такой практике Это не аналогично, я в первый раз так встречаю Если кто-то прослой, то задумывался, но он моментально находит в области Тихо, тихо, подожди, я не скажу Я в чем-то своем тебе думала? Ты говори, если ты понимаешь Ты заканчиваешь тогда И потом я вернулась как-то обратно Это уже, как бы, часть этого процесса Я действительно просто вышла Ну, ты об этом не думала до того, да? Ты вообще, я так говорила, не держала то, что у тебя пришло Но сейчас, почему-то это было Сегодня, ну, это было выполнено из разных точек Ну, вот в этом моменте, а до этого я об этом не думала, правильно? Полшица назад А? Полшица назад думала Мне об этом, как бы, это сюжет не говорилось Ну, а о чем это для тебя? Задай вопрос Для чего тебе эти образы сейчас? То есть, если посмотреть, как меня может представить Я подумала, что это я просто выбора И зашла за вами Ну, это твой ум личности тебя начал уводить Надо было идти за тем образом За которым тебя повело В моменте Задал вот, сейчас листик возьми И начинай задавать вопросы О чем это для меня? Касаемо того Ты какой-то же запрос в начале задала И тебе сразу пошла эта информация Вот о чем это касаемо моего запроса? Для чего мне эта информация создала? Вот это цепными вопросами Можешь даже сейчас прописать Если ты выйдешь на то, что тебе нужно знать по тому запросу Значит, эта ситуация как-то коррелирует, резонирует, можно сказать Потому что она никакого отношения не имеет к запросу Но она в себе кашказку решения встает Просто в моменте очень тяжело сразу осознать Это нужно парификсировать Но это я, вы как психологи, да? Вам это понадобится Это в самом простом исполнении То, о чем я говорю Более глубоко я с добровольцами продемонстрирую Как это идти дальше Там сам момент решения вашего запроса Заключается в том, что в теле идет облегчение Я обычно ориентируюсь на это Если человек все равно чувствует тяжесть Это значит, мы не докопались Не дошли до шутки, не дошли до ответа Это решение Я опять одну глубину Дальше, дальше Иногда такой клубок Бессознательно рассвязывает всю нашу прошлую жизнь с болезнью И начинает в нашей жизни рулить Мы, по сути, несознательные Нам это, мы бессознательные И живет нашими телами Пока мы не начинаем погружаться в себя Не растапливая себя Клубочками, которые я в детстве намотала Даже вот Магиревская, если слушали У нас уже в животе хормируется Все наше бессознательное По реакциям матери А еще глубже Родовая программа Там вообще упопаться можно Ну то есть Это как Я в Магиревской задавала вопрос Когда ушли на сутки Если человек Как изменить Обычно у меня больше 100 консультаций За последние три года Люди прибегали Заплатку себе Получили И побежали дальше Ему глубоко капать не надо У него затык там по дымам Не растут Или в жизни Мужчины Там отношения разладились Вот он получил Ситуативную помощь Да? Все У него заработала Как раньше И побежал Какой-то глубокую работу Мало кто помнит Кто доходит до психаха Начинает ковыряться Копаться Это он уже меняет Карму рода Это сразу говорю Я в Магиревской Уточнила Я так провела огромную работу Я как Тверфекционист А мы все Тверфекционисты Я начала эту работу Копать 5 лет назад И до сих пор Остановиться Тем больше Тем больше Понимаю себя Тем больше Понимаю людей Мне уже нужно разобраться В людях Проблемы Почему не стоят Потому что я знаю Все свои томные стороны И все остальное И вот когда мы Работаем над собой Мы меняем Конечно Иначе И так И у нас открываются Способности Способности Учительства Ясных знаний То что Допустим На уровне Мать-ребенок Работает автоматически Машин из знаний Любая женщина Которая имеет ребенка Она За собой это замечала Мужчина Не всегда это Оно почувствует Единственное Что могу сказать Мужчины волевые Если у них еще И сердце раскрыто Тогда он Расскрывает Что-то Расскрывает У мужчин Если нет рядом Любящей женщины У мужчин Обычно У мужчин У мужчин Любит на женщину Когда Женщина Действительно Любит Мужчину Верность Собственность Уменьшает И Вот Здесь Мужчина Женщина Не работает Действительно Мужчина Тоже Любовь Именно Искренне Не просто Потребляет Как Искренне На Видеочувствах Главное Чтобы Выйти в Истинной Любви Здоровой Не эгоистичной Это Единица Таких Людей Они живут Они Не выделяют Для Для Меня Из Запросов Которых Вы Знаете Это Могиль Ольга Семёновна Женщина 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 Вот Вот Я Я С одной Поработала Прекрасно Я посмотрю Вдруг Я передумаю Это Нефтуш Нефтуш А Эш Нефтуш А Семёновна Я Я Или хочешь Ты Ты Может Не Исм Хороша Чем Может Там Есть Там Я Не знаю А Если Не А Смотри А Смотри А вам не надо Она По ощущениям Она вам сама вам расскажет Сейчас посмотрите просто Смотрите Я Хочу вам Сейчас Почеркнуть момент Это техники Человеку не обязательно рассказывать Иногда есть такая Боль у человека Страшно Ну Сейчас Посмотрите Подождите Я сейчас Поясню немножко Есть такие моменты Людям очень тяжело Боль не отлучить Такое Сопротивление Иногда Такое Сопротивление Вот Человек понимает Что Мой тип психолог Он начинает себе Ну Ломает Ну То есть Такое Физическое Сопротивление Не хочется Работать Боль И вот НЛП Метод НЛП Трансперсональный подход Он Не навязчиво Самого человека Погружает Обход Сознание Эго Нас не пускает Наше сознание Он нас тормозит Потому что ему больно Я включаю эго И погружаю сознание в человека Боль Он сам на них смотрит Он сам осознает В моменте Что ему поможет Убрать Уборис Я уже Хочу Стоп Не расслабляемся Раньше Жене Я просто поясняю На общей аудитории Как работает Боль Погружаешься Переключаешь Негативную установку Которую Когда-то тебе кто-то засадил Там Папа Мама Тетя Соседняя Собака Не важно Эту Токсичную Лапс Видишь Для чего она Это же урок Она тебя Почему-то научит Ты понимаешь Какому выводу Она тебя должна была научить Ставишь этот вывод Вместо этой Токсичной И Потом Мы Выходим В состояние И Должно быть Отзыв Ваших членов Я говорю Да Расслабься Я так В общем Описала Почему Вы готовы Все Молчим Не отвлекаем Расслабляйся Кстати Тебе Наташа Да? Мы Будем Воспринимать Эту 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 Воспринимать Я тоже Диссоциация Расслабляйся Вдох 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 Сейчас Для Эту Можем Вознание Центра Головы Вдох Личности Вдох Вдох Покажи В руках Его Личность Вдох На плече Пустой Молчить Благодарить Окей Вдох Здесь И сейчас Здравствуйте Покажем Это Молчим Голос Вдох Молчим Вдох Вдох Сейчас Сейчас расширяемся до размера целой Вселенной, до большой и большого, делаем его тело. Расширяемся до размера целая голова. Ищущаю свои волшебные причины. Крепельчатка в голове через свое тело. Блокость от нас осуществляет недавно. Из этого расширенного состояния возвращаемся в область вашей головы, в сознание и идем в ход боль, которая нас освобождает. Внутри себя произнеси, скажи, где в теле отрывает сердце. Убирай сердце, погружай в область тела, отпусти. В твоем сознании и идем в боли. Туда, куда она возникла. Сколько это на тебя? Где ты сейчас находишься? Где твоя тела? Ты не Наташа, ты и тело семени Наташи, тело Вселенное, сердце здесь. И во сердце, находим это сердце, сознание он ныряет туда. И что вызывает тот дискомфорт, который приятно вызывает. Какая боль и чему это больно делает Наташа? Какая больно делает Наташа? Какая больно делает Наташа? Он горит. Какая больно делает Наташа? Все это слышно? Какой поздно? Я слышу. Я слышу. Убидок, стороны мужчины, близкого, нормального. О чём мы так говорим? Только мы погружаемся. Это тело плачет. Тело Наташи плачет. Душа Наташи смотрит на ситуацию, где тело обидели. Вот Наташа что-то поняла. Вот для чего тело Наташи все длинные? Какой урок он был? Не погружаясь, не жили себя. Ну хорошо, Наташа красивая, целая. Ну хорошо, обида просто была для многих учений. У вас приняли это. Видите, вы не жили? Эго – это вторую личность. Посмотри обратно на место. Вот это лазит. Уже все это жили. Посмотри на эту другую. Как инструмент для работы с твоим гайдом. Почему? Это на себе вред, да? Дургает. Чтобы она болела. Прости меня, что ей надо? Можешь записать. А что находишь? Ну хорошо, прикорми на жалость. Ты сняшку вспоминаешь, послачешь. Скажи, что она больше тебе не нужна. Как с ней надо договориться? Не надо ее угонять, просто договориться. Что ей нужно, чтобы она ушла из себя. Что она? А что ты получаешь благодаря тому, что в каком выходе выходить? Или заслаждаться? Наташа, потому что она не лечила. Зачем, когда тебе... Она тогда не уполняет, когда попросила, чтобы она пошла. Она тебе не нужна. Ты красно улыбаешься. Ты хочешь поселить там любовь? Она занимает несколько дней. Она там больше не нужна. Я хочу жить. 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 Сейчас что-то. Выдох. 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 Я хочу жить. Я хочу жить. Любви, любовь, сердце. Мне обиды не нужны. Я не люблю. Мне нужна здоровая любящая жизнь. Выдох. Выдох. С каждым выдохом обида уходит. А любовь заседает. Сердце. 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 Это болезнь. Обида. Это болезнь. Зачем нам болезнь? Все. Выходит. И пришел один выдох. Положили на усилие на руку. Считай. Сердце. Сердце. Я живу в Москве. У меня же даже взглядов будущего национального людей. Я тебя подождусь. Можешь произнести мысное? Вопросы возле после. Мы сейчас оставляем. У меня есть. Какая у тебя проблема? Послышишь. Что хочешь? Карту в канала. Отлично. Удалит. Песни есть. Удалит. Удалит. Ну зафиксирует. Удалит. Постарайся. Ну хотя бы два словом. Девять. Здесь не шатай. Просыпаешься утром. И привычку обижаться. Удалит. Астана. Удалит. Она с его подращаться. Это же придется. Обида может еще погрынуть и ломиться, но ты за полудовом включила эту песенку на своем окне и шпадры тоже не знаю. Это нужно прорастить в себе. Сейчас так буду сделать. Нормально? АПЛОДИСМЕНТЫ Или какую-то другую структуру? Да я взяду сюда. Кто следует? Я. Где вы мне больно? Я не могу, где вы мне больно. Больше потратить? Тоже будешь молчать? Не безусловно. Так, расслабляйся. Доверяйся. Останься в интернете. Можешь подниматься? Спасибо. Так, сейчас можете с открытиями, можете с открытиями. Я все прочувствую. Хорошо. Полудов прославляю. Убираю лишнее отражение. Жене. Я говорю, а ты мне сегодня. Можешь подниматься? Здесь, если сейчас. Не отвлекательствую. Это манипуляция. Признание. Аплодисменты. Можешь подниматься? Можешь подниматься? Можешь подниматься? Или это манипуляция? weathermworks travailler. Это манипуляторы. Может быть мы расширяемся. Для размчетов огромной силы. Я большой-небольшой, я, например, целую голову, работаю в этом теле, в этом теле. Я создаюсь в начале тела. Это тело – инструмент для реализации моего внутреннего состояния. Расширяемся. С этого расширенного состояния, придем обратно в положительное состояние, с сознанием. И с сознанием мы уже погружаемся к проблеме, которую мы проводим. Детей разговаривается. Тоже плюс, потому что… Благость. 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 Кажications. Каж戌. Благость. Ну а пока. Теперь оцениваем меня создания и критерensing. Наши сказки. Какие воспоминания, а мы не делим. Так что мои? На новостях. invented bylawa around 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 our player servings each other. С чего они были результаты? Возв protections? как наблюдатель смотришь на тело свое сверху и смотришь на ситуацию для чего она должна получить душа все создавалось для того чтобы стало лучше вот сейчас какая формировка подходит на то место где болит чтобы боль ушла и стала хорошей комфортной системой вот какая формировка должна поселиться какую выручку я для себя влезаю я сама влезаю вот сейчас в эту программу вставляют то место где у тебя вообще надо и как она ложится как восстановится по ощущениям она заходит, ложится или как-то по-другому она гармонична может еще непонятно ну подумай, покрутим может быть как-то по-другому формулировать надо чтобы она прям как родная чтобы не было оттачивания и тело и ум приняли в расход может быть дополнительный вопрос что нужно ты сама нужна для себя а какая конкретно в чем вам поможет нужно подтверждение что ли а зачем тебе подтверждение не дает что не дает что что не дает потому что кто по со стороны призна а если не признают что нет никогда не признают что никто никогда не признают что жизнь закончилась не только что нужно чтобы ты сама себя вернулась ты встала дома я не знаю я тебя люблю так чем я буду тебя побаловать видишь папа мамушка чем почему в каких твоих делах вчера вот мой ритуал пошлась такая и все пошли все встать раз они меня не принимают это не мои люди я общаюсь кто меня принимает меня я я остаюсь только с теми мужчинами которые меня ценят уважают а все остальные остальные они они меня не любят не принимают зачем они мне нужны зачем мне им что-то предпочтать я с тобой не чем там в и в и что в и в и в в в Доверь себе, я в реале ничего не буду этого, вы никак были не причинены. Вот. Ну, ты знаешь. Классно, классно, классно. Можешь дома танцевать. Ну, что хочется, как-то. Спасибо. Леша, внутри себя, вот сейчас произнесет, а я не знаю, что это. И как вам было? Ну, вот. То есть, по-моему. То есть, ты открыла двуга. Один. Все нужна. Ну, и скоро забыла. Развитие. Теперь я буду жить с тобой. Может, что-то у тебя находилось. Это теперь у нас осталось. Жизнь. Давай. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, нормально. Пока дальше. Так, ты формулировала. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, и скоро. Если не нашла дверь, то тогда, потом свою жизнь не создала. Пока я не хочу, хочу. Ну, значит, ты раз хочешь попыстрее, сделаем попыстрее. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это тебя уже. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько они вас любили. Потому что время всё равно для адаптации. Чуть новое для организма. Там ещё какой-то эффект пошлевкусия, после таких упраптик. События меняются моментами. Это такое, знаете, я сама, когда на сиденье все пробовала, ну как бы даже сейчас, я не могу это словами говорить, да, но скажу на примере своей клиентке, когда мы с ней поработали, и у нее ситуация с братом была очень такая антагонистичная, они практически даже не разговаривали, и с родителями было поправно, я уж не просила с родителями, и буквально, и они где-то в роде еще. И мы с ней просто поработали, она как бы не верила сильно, что что-то сдвинется. На следующий день она прибивает в какие-нибудь поле, представляешь, позвонил брат, приехал, мы сели, не с того, не с сего, мы сели, поговорили, все высказали свое недовольство, хоть чем, как, и она уже с определенными знаками, она тоже на вскоре получилась, она уже смогла разоглиться, что вот так, что ты брат с ней обиделся, и родители правильно реагировали на брака, который не справил. То есть у меня ситуация развернулась, но как-то это что-то, знаете, на уровне энергетики, где-то у кого-то что-то сдвинулось и правильно заработало. То есть мы меняем себя, вот я, это то, что не надо никого менять, нету звук, нету барана, все люди нормальные, мы просто на своем эволюционном уровне. Если нас им устраивает, что они всегда так живут свою жизнь, это в нас проблема, когда мы меняем себе что-то, наши близкие как-то автоматически ведут себя как-то прикольные, классные, нравится, то есть какой-то такой вот это, насколько тонко, когда ты начинаешь подслеживать, перестаешь быть реактором на окружающую жизнь, а начинаешь именно трансформацию, проработать, неважно, каким методом вы с собой работаете, расстановки, это хилинг, главное, что вы внутри именно качественно меняетесь, не просто убегаете в психологию. В основном люди от проблем начинают набирать массу информации, якобы что-то меня, ну не меня, просто убегая от просветления, как это помогает. Если действительно ты в дождь, есть такая шутка, как понять, я принимаюсь духовным ростом или фигмой. Если ваша социальная адаптация среди людей улучшается, вы растете по деньгам и все остальное, качество общения улучшается, вы находите общий ликс с разными людьми, нет конфликтов, то вы занимаетесь духовным ростом. Если вы оборотились, это все, если вы пришли на город, его уходят, вы занимаетесь пилингом. То есть наоборот, когда мы действительно вверхом направлены лежатся, нам окружающий мир прям респект, сколько-то Бог. Жизнь выстраивается, значит, мы вырастаем по финансам. А скажите, а вот этот метод, он перекликается с патахилингом, да? Я вот прошла вот эти три ступени патахилинга, одну воду обучения идти. Я знаю, ну как бы вот опрактиковать я... А сама ты можешь что-то расписывать? Ах, вот самой собой мне сложно поработать. То есть пока мне я теоретически... Ну, перекликается, да? Ну, перекликается. Ну, вот этот метод онлайн, да? Школа, академия онлайн Нади Королёва, по которому я училась, который включает в себе все техники психологии, и там научные, философские, практически. Там, получается, школа шесть курсов. Вы обучаетесь сами, работая над собой. Вы прежде всего себе помогаете сначала, а потом понимаете, я прошла, обучила, я понимаю, что я могу научить, показать через себя, как это работает. И к это хилинг, ты пришёл, пока есть мастер рядом с тобой, ну, сможешь поработать, если его нет, а у тебя и науке нет. Здесь этот метод, он основан на системном подходе над собой, то есть трансформируется полностью образ жизни. Первые полгода идут от вас, от мяса, ну, рекомендуется. От мяса, от кофе, от алкоголя. Все, что вас не дают. Да, те, что наши эмоции возникают. Сиде, сиде, сиде. Ну, это буквально, ну, первые три месяца точно. Когда идут первые три месяца, работа с астралом, чтобы мы максимально успокоились. Да мы сами отказываемся или на что? Это рекомендуется в начале обучения, где я учусь, чтобы не мешало. Потому что наши эмоции... Вот, проанализируйте, когда вы утром просыпаетесь, да, вы, тело успокоится. Зачем мы вот пьём позже чай, да? Вот такой масс, такой энергетический подъём, и у нас там сердце колотится, и мы такие побежали. То есть, энергетический спец, эмоции у нас колошматит тело. Особенно, если долго у тебя за собой представила, макла несколько месяцев, не пить ни чая, ни кофе, а потом буквально чуть-чуть выпивает, и у тебя такой возбужденный. И когда человек только начинает работать над собой, это выбивает, не даёт полностью проанализировать свои чувства. Когда ты в спокойном состоянии, тебе проще и отследить. Какое действие окружающих на тебя эмоционально выбивает? Почему? Ты начнёшь... Я, когда работаю на собой жуткий, весь мир, как получается, такой спектакль, который отражается твоим внутренним нравом. И ты досмотришь на людей уже не как на тех, кто мешает тебе здесь, а тех, кто показывает тебе на то, что есть, чем нужно работать, если тебе это не нравится. Если нравится, окей. Вот на меня там реагируют, там начальники всегда погушают зарплаты, всё, класс, из тебя вот это мы не убираем. Но если есть такие моменты, что нам спину может сотрудники ставить, или нам внутренне прикрутить, то тут надо уже копать. Почему же эти сотрудники в моем поле вообще заходят? Значит, во мне что-то есть, и люди ко мне подтягиваются. Это изменение, что это дальше. И вот в таком плане мы начинаем свою реальность анализировать, смотреть, и тогда уже как-то драк такой появляется. Ага, так, сейчас я вышла на улице, кто тут меня всё покажет. Сейчас я анализирую, мне иногда интересно, что из меня ничего не торчит, что ли? Он так, как-то, суворно, спокойно. Но нет, бывают моменты, но это уже не так часто, как и раньше было, когда тогда начиналось. И вот этот метод, ну, для них, если я его, скажу, я его рассказываю, я себе показываю, вот как это работает. По ощущениям, можете своим коллегам слово сказать. Ух, выдохнуть. Может, перерыв пока не надо? Давай. Давай. Дисклинатый. Погуляем. Потрясающе. Отлично. Расслабляемся. Как на... Насколько возможно в данном случае. Комфортно. Это пусть я... Плит, да, пожалуйста? Вообще, может? Да, подерживайся. У меня тут ухова. Дух. Да. Подруга. Да, я даже... Алкоголь. Я чуть-чуть. Я чуть-чуть. Я чуть-чуть. Я чуть-чуть. Я чуть-чуть. Я чуть-чуть. Это с тобой. Спасибо. Это дует с автоном. Да, там... Там еще есть кто-то приедет? Еще есть кто-то приедет? И давно нет. Все. А как тот выключил? А что это его выключать? Вот вы снова выключили, а вы хотите... Рожа, нам нужно максимально комфортно... У нас сейчас эти депутаты... Берем на обратно. Все? Все. Начинаем. Пошло сопротивление. Товарищи, сейчас будет глубокое погружение. Сидят. Все. Возвращаемся. Все готовы? Все. Сейчас космос посмотрим. Готовы. Поехали. Поехали. Команда дана. Вдох-выдох. Дышим три раза. Делайте три глубоких вдоха-выдоха. Отпустите расхватки своем теле. И идите за моим голосом. Мой голос — это ваши волосы. На сегодняшний раз он есть. На сегодняшний раз он есть. Здесь и сейчас. Я обитатель тела. Это моё тело. Убираем сознание в центр головы. Ум личности. Убираем удобное место. Определяем его в любое место на земле. Глубоких вдох. Здесь и сейчас. Я обитатель тела — это моё тело. Сознание в центр головы. Летём сознанием вверх. Вдох-выдох Вселенная. Расширяемся. Расширяемся до размера. Вдох-выдох Вселенной. Я большой-при-большой. Я размером целую галакт. Галакт. Большой-при-большой чупа-чупся. Расширяемся. Я бог в этом теле. Я. Поднимаемся выше. Да. Идём туда, откуда мы пришли. Откуда пришла наша душа. На логический план. Поднимаемся. Сюда, откуда мы пришли. На эту землю, на эту комнату. В эти тела. Заходим. Заходим в план предназначения. Рассматриваемся. Какие цвета нас окружают. Какие ощущения рождаются в теле. Какие образы приходят в нашу голову. Какие мысли, идеи приходят в голову. О чём они. И сейчас вы можете узнать своё предназначение души. Это не профессия. Это то, что вы должны дать миру в этом теле. Ваша душа пришла. Поднимется. Это энергия. Скоро ваша душа через это тело должна транслировать. На планете. Земля. Вы можете работать кем угодно. Но через свою деятельность. Излучать энергию. Которую вам дали в монадическом плане. Где вы сейчас. Ваши души сейчас находятся. И вот о чём эта энергия для вас. Как она звучит. Как она выглядит. Какой у нас свет. Может быть их несколько. Какие образы у вас в голову приходят. Человеческие. Может быть это животные. Может быть это кухни. Может быть это растения. Что угодно может быть. Может быть это какое-то медальё. Дниги, библиотеки. Всё что угодно. Не ожидайте ничего. Просто отпустите полёт своей фантазии. Своего сознания. Допустите что-то в своё сознание. Расслабляйтесь. Переставайте. Продавайте. Собирайте ожидания. Какие ощущения сейчас рождаются в теле. Отслеживайте. Будьте внимательны к себе. Погружайтесь в теле. Плавайте. Находитесь. Не спешите. Полностью погрузитесь. Энергии. Приморозношения. Продавайте. Наблюдайте свои ощущения. Мысли, чувства, желания. Что хочется сделать в этих энергетях. Прямо плавать. Можем в океане. Как бы тепло. Радостно. Или наоборот хочется побежать. Активничать. Что-то делать. Кого-то за собой вести. Учить. Боевать. Или наоборот. Сидеть на месте. Окружать себя. И вновь. Давать кому-то. Свет. Кого у нас там. Открывать заботу. Что для вас эти энергии. Что они в вас будут. Как в человеке. Куда мы вправляемся. Чем хочется заниматься. В отбодительных тех. Куда идти. Двигаться. Как себя проявлять. Будучи в теле. С этими энергиями. Отвечайте себе на эти вопросы. Сейчас. Пока мы с самого начала. Сейчас у вас шанс. Вспомнить все. Свои энергии. Размечения на этой земле. Сейчас на уровне души. Заразить. Как будете готовы. Озвучить. Или оформить это. Какой-то сознательный образ. Можете выходить. А пока можете поплавать. В этом посмотреть. Продолжение следует. Продолжение следует. Если кто-то хочет поделиться или спросить. Можем разобрать. Скажем вам. Кто-то узнал. Да. У меня было весело. Весело? Да. Олеся со мной разговаривает. Сказала. Олеся сидит на стуле. И нечего тебя. Никуда подниматься. Ну, кроме сегодня. Вообще не тот день. Получается. Ты на своем месте. Я так понимаю. Я бы с вами не боялась. Думала. Можно попробовать. Но тогда ничего не будет. Интересно. Демотип спит. Ну, то есть я понимаю, что я не беденок. Раз у меня пошло. Значит, нужно это время, чтобы немножко... Ну, приятный. Может быть, во сне. Обычно во сне отключаются контрольсы. Видимо. И во сне приходят в основном сайте, когда человек через свой контролер. Ну, я на системе контролер. Мне во сне приходят в следующий день в облажах. Я просыпаюсь. Понимаю, что мне снилось. Во сне присуток, как я поняла. То есть, как предсказание. Потому что я вас и не слышала. Мне все мешали. Я сразу... Это нормально. Я не рассчитывала, что на каждого подъяснились. Не, ну, на самом деле, очень для меня интересно. Потому что я себя почувствовала. Ну, хорошо. Спасибо. Можно? Что значит цвета? Вы сказали, какие цвета вы видите. Вот, вот, белый и небесно-голубой. А белый молочный или как облако? Да. Да, вот, знаете, как небесная канцелярия. Вот, пришел туда, вот, и четкое понимание. Делись знанием, опытом, дарили любовь этому миру. Страх не рептилоидный, который вот за выживание отвечает, а страх вот, который другой, не касается рептилоидов. Как я думал? Александр. Хорошо. Это рост, который даст мне дополнительную силу. Ну, то есть... Ну, хорошо, давай, смотри. Белый цвет, это о чем будет? Для Саши, это что сейчас? Какая формировка для белого цвета? Это вопрос? Да. Двойну белому цвету. Ну, белый цвет, ты спросил за белый цвет сейчас? Ну, да, белый. Ну, а по чем это? Ну, не знаю, любой. Ну, выключил, да? Здесь сейчас расслабься. Сейчас давай найдем белый цвет и посмотрим, что это. Не о том, а личность скажешь, а именно что белый цвет будет. Расслаблен. Да. Просто сейчас глаза открыты, я вижу белый, и у меня это не ассоциируется со спокойствием. Когда так, там, по идее, кто-то спокойствует. Ну, вот, белое спокойствие. Потому что, если белый молочный, это обида. Обычно рак, он, когда не видно, белый цвет, это обида, страх, перемешку с унынием. Но если у тебя не молочный цвет, как ты говоришь, а облака, то это спокойствие. То есть, понимаешь, зависимо от цвета, от консистенции. Если там серого цвета нет, или там именно такой воздушный белый, легкий, да? Да, да, да. С солнечным сияем, наверное. Ну, то есть, вот, я, помещение, но оно как из облаков создано. Ну, легкость, спокойствие такая, как нежность такая же, да, вот белого. Вот это, у белого цвета, видишь, есть две стороны медали. Темное, светлое, да? Светлое, это вот нежность, спокойствие, что-то там было. Нега, облачка, область. Есть белый цвет, более плотный, это уже обида, уныние, апатия. Вот, обычного банка в больнице. Понимаешь, что нужно читать? Это от опыта. Я натренировала после этого. Но чем больше людей ты смотришь, тем больше ты тренируешься, тем больше приходит понимание, о чём это. И опять же, нужно спрашивать человека конкретно, какие чувства у него будут в прошлой жизни. Вот если ты начал говорить, ну, я там, у меня чувства в тоске, а у тебя сразу обучение, там, где. То есть для тебя это что-то душное пламя. То есть тебе преподавать, там, доносить людям, благословлять, делать. Ну, то есть ты тоже можешь поднять человека, ну, как, находится в опаске, да, ты можешь дать вот этот ресурс, толкнуть его, так он пошёл вверх. Ну, то есть у тебя есть этот потенциал, не для одновочного, не для толкнуть. Да, ты знаешь, художник. Ну, давай, мне вначале, какой цвет, темнота, я не поняла, такого не может быть, там души. То есть там душа. Ну, вообще может быть, темно, все равно. Да, ну, когда вот там, где ваша душа, я поняла, потом такая смотрю, вижу образ, всматриваюсь такая, ну, не может, я тут кто-то должен быть. Ну, опять, ну, личности, видите, там оценивают, что так, как-то давно был. Потом раз образ, чан, то ли ведьма, то ли что над чаном колдует. Я такая, вот это, вот это у меня вопрос. Я не знаю, что это, я такая, вот это моя душа, чё она там колдует, такая, у меня прям. А потом раз, она отходит, я подхожу к этому чану, а он чан, он как светлый, это вот как смотреть вниз, там, вот с иллюминатора на планету Земля. Вот там всё вот такое, там вот. Всё видно, там всё голубенькое, то есть там не темнота. Я думала, там стоит, варит, что-то в моё какое-то восприятие. И потом раз, начинают там высвечиваться, как будто как библиотеки. Раз, стена, полный книг. И она подходит, такая, раз, одну книгу такая. Раз, дыма, читай, такая. И какое-то вот такое выражение. Но я не знаю, почему она стала летать сквозь книги. Но это с открытым ртом и цепляя всю информацию. Это какое-то прям вообще кило. Мы хотели, мы хотели учитывать и научиться. На, как экспериментировать, конфилировать знания. Набрала знания, потом сбою. Создаёшь своё, набираешь травы, они там подставляют, ага, это травка для этого, это травка для этого, да, если их всех мечтают, получится такой эффект, там, лечение травы для рамы. Ну, это как, на базу все идут, во время обоих, мы солдат учили, просто компилируя травки, зная их свой, они варили в нужные склады, укладывали рамы, и рамы за солдат. Вот это что-то про знания какие-то, там, там, вот как этот метод, который я рассказала, он же тоже из разных искусников, и так собрано, что ли, в один котёл, но это такой сбор лечебных травм, Ко мне приходят разные люди, я могу в момент понять, что ему нужно сразу делать, то есть, ну, это нужно получаться на себе отработать, через себя пропустить, и, как бы, натренировать. Другое знание без преименения, оно, оно, оно теряется, оно не нужно, не просто. Ну, понятно, оно просто бежит на полке, как бы, и всё не забывает. Всё забывает. Мы просто, получается, в земле летит, буквально. Пару, пожалуйста. У меня вопрос возник, я не помню, что говорили, но просто сразу ясно у меня цвет, и у меня сразу сиреневый, и облако, вот как облако, только оно сиреневого цвета, такого красивого, а потом образ ветки сиреней, прям вот сирень, цветок. Ну, Татьяна, и вот у меня прямо этот цвет, он, он сразу у меня появился, как вот в первый транс, когда мы уходили, у меня вот ничего не приходило особо, а это прямо вот сказали цвет, и у меня сразу такое сиреневое облако, облачко, а потом ветка. Я как прежде, чем озвучила, потому что я под этим цветом вижу. Ещё, вот, можно, потом мне пришло, что, ну, потом пришло, когда какое предназначение, ну, забота и обучение кого-то, потом уже, прям вот, это уже, как бы, назначение моё я увидела. Ну, может, у меня пришло, что не было. Нет, всё правильно, всё правильно ты увидела, забота, обучение, это, получается, все их знания, управление реальностью других. То есть ты кому-то что-то даёшь, ты уже расширяешь знания этого человека, реальность. Ну, начинаешь управлять. Ну, тут что-то с детским мышлением. С детским мышлением? Не с детским, с детским, с подростком мышлением. Дело в том, что нет, подростков нет, я сейчас нахожусь в коллективе большом, и, это, есть, вижу, я очень много страхов, люди там просто себя ведут, как-то я уже, вроде как, осознаннее стала, а там люди ведут себя, ну, там истерики, крики, ругай между друг другом, на меня направлены, на кого-то, и я понимаю, что это вот детские какие-то травмы, я уже на это вижу просто. И я сейчас поняла, я сначала обижалась, расстраивалась, думала, что не так все ведут, а потом я поняла, начала наблюдать, и я поняла, что, да, это вот это первое, что... Ну, ты уже знаешь, вам знания, получив, которые, наверное, здесь в парке, которые ты получаешь, да, ты уже понимаешь, как ты можешь ими сманипулировать в хорошем смысле. Ну, да, да, потому что набрали, что ли. Ну, а также личное изучение их же травм, потому что, по сути, у нас только физические оболочки взрослые, мы все травмированы. Да, да, очень часто, ну, поведение я видела, видела детского, да. Ну, ты посмотри, кто-то достигает, ко мне приходят люди, допустим, у которых сверх, возможно, ну, финансовые возможности офигенные, да? Ну, да, но в личное жизни они как дети. То есть идет компенсация. Если где-то мы смелоотвестимы, то в чем-то у нас идет, мы за счет чего-то начинаем играть в маленькие детей. То есть именно скажущие элементарные вещи 49 лет женщин, ну, в сути, ну, в день мы, в горе не знаю, в день мы. Надо бы стыдить, мужчина стыдить для денег и не нужно. Но она элементарно не умеет обращаться с личными. Ну, да, каких-то... Если ты видишь такой же ты, ты можешь где-то просто сказать нужное слово, ты чувствуешь, что это новое, да? Вот это влияние, если это вот здесь, благодаря твоим знаниям, того, что ты с детства улучшаешь, или еще где-то помыщешь, ты можешь влиять на людей. То есть бессиление бессвета — это влияние на людей? Влияние, управление, управление реальностью. Управление, то есть ты понимаешь, да, ты уже сама разобралась, как сидит она? Ну да, да, что какие травмы у меня, теперь я уже улюбилитая, да. Это тоже целительство, слава вода, душ. Через свои знания. Через свои знания управляешь. И ты не во вред жизни не делаешь. Нет, нет, я не во вред, я наоборот постараюсь. Русские от Вселенной приходить в виде того же достатка, события бы складывалась так, что тебе будет просто фальшивую. Ну, в общем, в принципе, надеюсь. Ну, я не к тому, как ты с этим мотивом заходила, я объясняю последствия, чтобы убить. Я понимаю вас, да. Я думаю, что у нас же люди, разобравшим людей, и улучшить их внутренние данные, они начинают спокойнее почувствовать. Сначала прямо истерика, прямо нападки, а потом уже начинают, через какое-то время начинают подходить уже из другим интонациям, с другими вопросами. Рекомендовать кому-то, что вот, если не подшелся, он не стал сайтом, он очень похожим. И вот через это ты кому-то так, по-моему, так тебе будет опасно связь от Вселенной в виде возможностей и нужных людей, которые тебе могут помогать. Материализация желания. Ну, и все остальное, что, то есть, ты что-то подумала, там, блин, у меня квартира уже маленькая, там, семьи отец, ну, да, что-то там, я подкинула возможность, я просто говорю. Я сегодня смотрела этот журнал, а там квартиры красивые, думаю, не, мне, мне, мне кажется, это будет нормально, но мне сейчас хочется, что-то еще удалось. А можно про взрослые, я еще про детство хочу поделиться, про детство у взрослых людей. Буквально неделю назад у меня был звонок телефонный с руководителем отдела крупной компании в Москве. Ну, как бы мы не могли решить с руководителем среднего звена, скажем, я говорю, можно мне позвонить, дать им звонить. Он звонит, он дома есть? Да нет, он не так сказал. Вот сейчас, вот реально, я просто почему хочу... Ты не так спросила, взрослые дома есть? Да, я почти к ней говорю, можно руководителя отдела, я поняла, что мы на этом уровне этот вопрос не сможем решить, можно мне какого-нибудь главного руководителя сделать? Смысл такой, да, мне дают телефон, я набираю, и я понимаю, что он начинает со мной разговаривать уже с подачи, защитить того, ну, это чуть-чуть. Но дело в том, что, дело не в этом, дело в том, что когда они понимали, что я как бы права, но они же свою позицию держали, и он явно мне говорит, вы же понимаете, что я не маленький человек, в смысле не то, что у вас там маленький, я взрослый уже по возрасту, я прямо, знаете, а потом опять, две минуты говорим, он опять, что я же не маленький человек, и я думаю, ёлки-палки, у меня такой первый раз в жизни, когда человек, да, он прямо вслух сказал, Да, вот как я говорился, типа, ну, понимаете, вот я вам реально, почему я вам рассказываю это, потому что я считала, и думаю, вот это да, это уже как бы... Придите, можно управлять, понимаете, сделай, кому-то управлять. Вот так, она транслирует способности понимать по голосу. Это само, да, по голосу, я... Он прямо чётко сказал. Можно управлять, и ты можешь это использовать опять в бизнесе. Просто мы всегда, когда нам это так, насколько мы не понимаем, что это, о чём это. Но мы можем считывать по голосу, по фотографии. Мне не обязательно общаться с человеком, чтобы понять его внутреннее запытие, что ты видишь. Я сразу про него поняла, и я разговор закончила, и у вас уже нечего. Ты его прямо вот вслух прочитала, понимаешь, как он так сказал. Да, он вслух мне сам рассказал, я даже... Это такая способность, и у тебя это уже крыса, просто тебе надо вот что-то с этим управлять. Ну да, я немножко расстраиваюсь. Как это использовать, допустим, в карьере, в работе? Опять же, я тоже себе дни оттаялась, то того, как я научилась пользоваться, управлять его, так, чтобы людей не травмировать. Да, чтобы не травмировать. Я уже вот с этим начинаю работать. Я тоже написала, и ему за самым-то полусталом дала. А вот что-то... Ну ты уж так, в моменте, понимаешь. Чтобы правильно слово сказать, потому что бывает какое-то невинное слово, оно вообще никакой подоплёки. Они так считывают обидно для себя. Это ты читала, и ему протранслировала слова, и вот это задело. Вот чтобы вовремя остановить, понять, что это слова... Чтоб не задеть человеку. Да, у него такая проблема, то есть ты в себе самознательно рефлексируешься. Какое слово ему сказать, чтобы оно его... Да, как неправильно с ним... Правильно с ним... Да, ну, передадайся, как ты с этим человеком... ...поммуницировать, чтобы... Это вы вырулили, знаешь, самые огромные... Я закончила разговоры. Это вот в стране, как в стране используются теле-музы. Что? Девочки, можно? Не сужу. Это в плане того, как в стране используются теле-музы. Ты просто читала его внутренние установки детские. Да, в детской травме его читала, ему и читала. Да я тут ничего и не говорила, он сам сказал. Я тогда... Или даже в интеракции. В моменте, что тренировался на почте. Возьми кого-нибудь на голову, чтобы он тебе фотографирует. Думаю, которого он знает. Я так отрабатывала. Я хотела, чтобы мне присылали фотографии. Ты присылай мне к тому, что он не знает. Ага, и что? Ну, я не знаю. Он мне присылает фото, я шутила. Ну, вам подаю вопрос. Что это за человеком? Какие у него внутренние функции? Что он движет по жизни? Что он любит там по детьму? А то есть по фотографии определить? Да, по фотоку ты тренируешь своих людей. Эти люди, как на тренировке. Я вам сейчас лайфхал звоню, как себя тренировать. То есть берешь фото незнакомого человека? Ну, так вот. Ну, чтобы другой знал, а тебе не знал. Ты начинаешь задавать вопросы и пишешь обратную связь. Как? Совпадает? Совпадает. Человек тебе берет. Вот как я со своей девушкой, она по моему... Она никому не говорила, что ее муж собирается автосервис. Ну, я просто пишу, чем он занимается, ты припитываю автосервис. Я говорю, откуда ты узналась? Я говорю, я не знаю, ты мне ничего не рассказал. То есть как ты поняла, что мы собираемся автосервис? То есть ее шок вело, что это их тайна была. А, ладно, так понял. Так понял. С чего он будет зарабатывать деньги? Ну, стоял вопрос. Куда он делается? Полно, на мой взгляд. С чего я буду зарабатывать деньги? Ну, сейчас мы вот перешлем все свои фотографии. Зачитайте. Зачитайте, Наташа. Вы вопросы конкретные изучили, чтобы вам был конкретный ответ. Можете писать мне? Да. Сережа. Сережа. Будем тебе писать. Я не могу там сладко. Простайте. Простите. Еще, кто же прислал. Куда зайдите? Простите. Простите. Простите имя и вопросы. Ой, что ж. Ну, мне сначала было все темно. Сначала была темная ночь и ни одной звездочки. Ну, и как-то поможете сказать. А потом с левой стороны постепенно стала вырисовываться маленькая картинка. Она была маленькая, как вот на углу типа. Вот у квадратика. И там была маленькая радуга, полянки никакой не было, и там были лего-человечки. Нет, не успеете, это нормально. Точно серьезно. Мне просто сказали, что у вас лего-человечки маленькая лего, а это вот такие вот. Ну, я знаю. Я сам лего-человечка увлекался, а я все про лего-человечки знала. Вот. А, кстати, справа ничего не было. А потом с правой стороны. Только не смеется. Старушка-шипокляк вот так, вот у нее мозг прям такой вот. И она вот этой своей то ли указкой, то ли палкой, ну что там она там творит. Ну, азитательная. Да. Да, больше ничего. Вот я пыталась, что-то уничего. Ну, Саша, давай идем дальше. А о чем это для тебя, про человечка? Такие у тебя мысли возникают. Ну, какие-то, наверное, дети. Вот что-то с детьми. По-моему, я тебе тут же сказала, что тебе с детьми напомню. Ну, вот какие-то расследования, значит, это, скорее всего, что это не то, что не люди, скорее всего, что это детство. Сорудить, конструировать, что-то делать, создавать, вот эти слова, что к лего подходит. Что подходит к лего? Что из разных кодиков можно в каждом раз что-то новое? Строить, создавать, конструировать. А вот старушка-шипокляк, ну, какая она? Она как-будто вот как хочет, она поучительная, она как бабка, но с такой детской задоркой, с изюминкой. Нет, она такая, кто людям помогает, кто шаг, и все награды. То есть те там прыгают, те именно вот там прыгают, им весят, чем один вот такой красного цвета. По-моему, вдвое было. Вот этими образами наша бессознательность пытается нам портить. Вот у тебя бессознательность через это слышит, через эти образы, она может до тебя достучаться. Кому-то празднует. Над этими образами поиграй сама. Даже в течение двух килогней будут эти люди на тебя действовать. И повыписывай, можешь всех. Сегодня мозг отдохнет, поспишь, да, утром. И вот подумай над этими образами. Вот садишься и пишешь, да, шапопьян. Лего, а чем это, наверное, что это? Что касаемо предназначения, о чем? И вот в таком плане вопросы задавай. И в какие мысли будут приходить внимательно? Будь внимательна к тому, что приходит. Не оценивай, не смейся. Даже если это прикольно и смешно. Это твой вопрос, и на твой вопрос твое бессознательность кинула такие образы. Ну, хотите, я знаю, о чем это. Я могу сказать со своего видения, как какое-то для меня. Но, опять же, это может быть неверно. Остально могу, что это. Надо прислушаться. Себе надо прислушаться, да. Спасибо. Потом я дальше начала думать, что как мед, пчелы, желтый. И вот этот вот белый, он как, ну, типа... Ну, белый, это тебе надо еще детские олизы проработать. Вот. Нырять. Не прям белый, а вот этот молочный, как маточное молочко. Он не настолько плотный, чтобы формировать в тебе болезнь. Небойственные. Я говорила, онка, это когда вообще прям там человек сплошностью белый, у него нет никаких белых цветов. Белый, это как легко, чтобы помыровалась болезнь, надо несколько жизней подряд испытывать эти чувства. Мы, тела, это наши флешники, которые носят информацию. Тело погибает, умирает, но эта информация переносится в следующее тело. Если вы в реинформации делитесь. Какая информация? Негативная? Да. И негативная, и позитивная. Негативная сильнее заряженная. Чтобы болезнь, я объясняю, почему белый. Чтобы цвет белый сформировал болезнь, для несколько проблем испытывать вот этот белый цвет обид. А он, если переносится в жизни, то он, естественно, уплотняется. Значит, он не настолько давно в тебе. Ну, а жесты и вот эта ассоциация с пчелами? Радость есть, если пчелы собирают. Опять же, они пчелы собирают все, чтобы питательный концентрат в виде меда. Отдать людям, да? Ну, они по себе напитали. Это люди уже наглость тут собирают. Чего бы по себе найден запасы собирают? Это их еда. А, да? Вообще-то. Ты сама себе создаёшь питательную среду, собираешь нектар из знаний или там... Это просто добро предназначение? Хорошо, я себе нектар собрала. Это твоя... Смотри, как я это продемонстрирую. Возможно, ты к чему-то другим... Я тебе сейчас просто напитаю информацию, но ты возьмусь то, что тебе нужно. Нектар... Чего люди собирают? Это, возможно, у тебя много нектара, ты можешь поделиться, если захочешь. Это ты пчела, это ты не собираешь. Ты не смотри на то, что принято в обществе. Люди наглое забирают. Чего хотят они? Но здесь образ пчелы касаемо тебя. Тебе нужно себя вырастить. Вот этот нектар свой питательный, напитать себя любовью, напитать себя знаниями. И когда ты поймёшь, что ты готова поделиться, что ты выросла, отличная цельность опыла, ты можешь уже этой вкусностью поделиться своими навыками. Только тогда и то твоего решения. А не так, чтобы тебе пришли и отобрали. И опять же, не просто так, а заплату. Тебе пришли, ценность, я не знаю, у мёда цены. Большая, высокая. Если ты сошелаешь, то это не надо, можно сказать. Правда? Это вот для тебя. Это касаемо тебя тоже. Спасибо. Я не знаю, разбирайте ступень. У меня сразу планета. Значит, я в космосе открываю дверь и захожу в планету. Планета, получается, вся полностью как океан. Вот она мне по колено, эта вода. Но это всё океаны, я не вижу никаких берегов. Я в стопане, но у меня шлем снят. И я сижу там, по счёту. Ну, как мой дарик, мужчина. Подожди. Кто из вас? Я уже шезала. Это детали, детали. И я сижу. А потом, знаете, вот твёрдые вот такие есть в этом? Я не поняла про мужчину. Ты на самом деле, Анна. В образе мужчины. Я в образе мужчины. А ты ему как бы сказала. И сказала Андрея. Только ждём у меня снято. Я села там, знаете, такой камень, но он очень большое. Надо даже описать. Села и просто смотрела на эмоции. Океан, это... Ушёл ещё, но спокойно. Ну, спокойно. Смотри, эмоции. Океан – это как эмоции. Остров. Ты полностью контролируешь свою островку, эмоции. Ты свои эмоции держишь под контролем. Ты... Мужчина – это обычно болит больно. И контроль. Тебя холодные, расчётные люди. Ты можешь контролировать свои эмоции, эмоции океана. Ты можешь убедить. Ты можешь трезвым своим рассуждением кому-то уже. Испокоить эмоции. То есть, опять же, контроль, как фиолетовый там, а трансфика успокаивает. У тебя вообще сталь. Тебя настолько... Одной фразой можешь обмануть, полный эмоций, эмоций личного товара. Поставить, расписать на... От всех до всех, в чём паника. Если всё делай так, сделай так. Тебя будет смеяться так. И паника у человека выпью. И то есть, ты своим таким познакомим, можешь... Просто зайдя в зал, все уже успокаивают. Мам. Ну, типа такого. Но дверь у меня открыта. Я могу быть. У тебя выбор всегда есть. Ты можешь находиться в этом острове, успокаивать. Либо пойти заниматься своими делами. Ну, то есть, у тебя бы реально похоже, ты у нас познакомишься, ты не поддаёшься на эту сделку из-за него. Всё, ничего. Вот. Так вот, Сатьяна. У меня был такой шарик свет, он отделённый, что перед подавцом с ними. Он занимался всё пространство сначала. Я пыталась понять, про что это. И он постепенно поднимался вверх, и у меня тут поедался цвет, такой земляной. Как бы это... Ну, как коричневый, такой вот оттенок. И они, кстати, другом вместе соединены. И потом чёрный, чёрный принесли. У прям чёрного нет. Был тёмно-зелёный, у переходящих какие-то... Ну, не ягодец. Таз. Они длинно-тёмные очень. Тёмные очень. Да. В какой-то момент, вот из-за этого, просто светового пятнадцатого, появилась когда-либо в виде деревья, таких вот, как дубовая роща, может быть, представляете, вот такого. Но она быстро соединилась тёмным-тёмным цветом, и как будто это океан. И он такой прям, ну, не чёрный, а в тёмно-фиолетовом дельфина. А потом, я слышу вашу фразу, что, возможно, там вы увидите океан, или так, пошли из океана выходить. То есть, какой-то, вот такой был переход, и после этого, я уже не видела никаких. Хотя, со спиной нет ничего. Что? Со спиной никаких проблем нет? Ну, есть. С опорой. Проблемы. Да, да. Опорой не чувствуешь по жизни. Опорой не чувствуешь? Ну, у тебя деревья, сверху. Тебе не хватает поддержки, как родовой, спорой, близких. Не чувствуешь? Ты сама, как-то, отворванная от близких. Должна что-то сама, ты не отворванная. Как дет? Ну, у меня была история, что, я воспиталась с мамой, и у меня всегда, как бы, всегда, складываешь папень рот, который я не знала. Ну, ты как отворванная, не там и не там. Ну, мама, я жду тебя спрашиваю, чей ребёнок, потому что я на них не похожа абсолютно. А потом, у тебя ощущения там. Ты с таким ощущением взрослый. Внутри себя, что ты не чувствуешь принадлежности никуда-никуда. И там, и там, ни ко двору. Что-то такое. У тебя не хватает опоза, поэтому берите его. А также, предназначение. Мы, что мы смотрели предназначение, сейчас пришли, какие отношения. Синий-зелёный, как тело из любви к себе. То есть, когда ты что-то делаешь, ты давай себе вопрос. А я что делаю? Надо любить себя? Или хочу уводить, чтобы меня любили? Вот как ты в основном делаешь? Что твоим мотивам помощи доверить тебя? Когда ты что-то кому-то делаешь, какой мотив в таком деле? Чтобы тебя любили, заслужить любовь. У тебя сейчас по делу, не так. А там можно есть вопрос? Нет. Это вообще не так. Или ты действует так? Я действую, только это мне интересно, и я чувствую, что я что-то могу. Это кому-то, показать, ну, какой-то действительный. А у тебя вопросы об этом? Или ты сама считаешь, что это важно? Да, просто. Я сама это не редко. Дорога еще у него была. Она сказала, дорога, а по бокам деревья. Ну вот деревья, это правда по диску воду. Дорога, она по дороге, здесь два конца, здесь просто маленькая. А она под сыночки тоже. Здесь там и все под нежный, 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 нежный. Ну то, что там есть темные цвета, это уже много. Про самопроклятие, то, что себя рукаешь, критика, сама критика очень большая, ты себя прям заклевал, сама себя, какая-то я не такая, мне не выглядит, мне нельзя просто так видеть. Ты не пустёшь, как-то. Это предназначение, так можно сказать. Ну, под себя нужно проработать, вот эти психологические моменты, которые ты в детстве получила, которые тебе отравнили. Чтобы быть предназначение, нужно себя прокопать. Я не знаю, какой метод ты выберешь, скинула, работа с внутренним ребенком, либо еще какие-то методы, вы здесь наверняка обещали. Но нужно именно покопаться в себе хорошенько, чтобы именно выйти на предназначение. Здесь показали сейчас то, что тебя пока не пускают в предназначение. Чтобы именно выйти на боль, именно эти типы предназначения, нужно избавиться от груза детских нерешенных травм. Понять. Принять эту боль, как инструмент для роста. Нам любая боль дается, как вы знаете, такой движок, на котором мы всю жизнь куричим, пока не выйдем нужным выводом. Нам боль дается для того, чтобы мы что-то осознали. Если человек что-то долго не осознает, у него формируется болезнь, он умирает. То есть, чтобы не было болезни, и все остальное, нам нужно понять, зачем это для нас, а чтобы эти ситуации нам в детстве были заданы, сейчас что-то нас травнили. А почему? Как только делается вывод, уходят эти люди, которые у вас близки, в ситуации с оздоровленными шарами. Это не так кардинальным способом, через операцию. Но раз дошло до такого, значит надо их просто помнить. Я не за целительство, знаете, подышал, подхикал. Если уже болезнь в теле сидит, и видит хирург, или там холодный. Я могу увидеть болезнь до того, как она с вами была. И предупредить. Чуть-чуть белого цвета, нужно с ним работать, чтобы потом болезнь будет. А когда уже болезнь сидит, и спина проблемы, это уже нужно работать с телом, вкупе с птицами, то есть и с врачами, и с психологами. Тебе нужно поработать, проработать. Всего же узнают контакты силы. Вы были, но с ней. А потом уже строится предназначение твое. Светло. Светло. Спасибо. Так. Спасибо. Давай. А на сегодня. Очень хорошо. Коротко. Вы сказали, мы заходим в какую-то дверь. У меня была прям библиотека. Я выбрала то, что я включу как-то сверток. Потом как внутренний волос. Выходи. Дверь. Такой лиловый, как млечный путь с блестками. Я выхожу, и вокруг куча оранжевого цвета. Все. Оранжевый цвет? Оранжевый. Оранжевый цвет. Активность из любви в себе. Что? Оранжевый цвет. Активность из любви в себе. Активность из любви в себе. Вот только когда ты действительно понимаешь, что это принесет тебе пользу, то это принесет. А вот это лиловый с блестками, это что такое? Ну это просвещение, это обучение, ученичество, обучение, управление через обучение. Просвещение. Только с нами. А так же, фиолетовый любой, это донесение на антиках. Вот так вот здесь. Вы-то и глупо все собираете, а кожи не глупо. Выпала динамика, мы притягиваем сейчас все в одноместое, да? Знаете, что-то выпало динамика. А кожи не глупо, в принципе, больного, кто-то есть. Способность? Да, вот допустим, пущая группа была бирюзовая, это, знаете, близко к врачам. Сидите за мной. А у нас какой-то свежий бирюзовый? У вас, я увидела, фиолетовый, зеленый, чистый, и все. Любовь к себе, здоровая. То есть, мы здоровые. Почти. Ну понятно. Как-то, 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 но у вас больше динамика, вот именно здоровость. Здоровая, богат, я сожму все конфеты, чтобы мне было вкусно, и не важно. Получите. А человек, который действительно любит себя, он позаботится о себе, я думаю. То есть, он и себя находит, и себя находит. Самолюб. Вас по себе срочно, он ребенок. И ты даже как можно снять, на ребенка, за улицу. А не здоровая, все равно, с лица. Да. Ну, это все равно, как-то, разделение. Если я сначала работал на себе, вылетел себе там, потом уже, ты можешь, умеешь силы, поможешь. У меня в детстве, делима была, на холодильнике стоял, муст помидора. зима, зима. И я смотрю, помидорчик, и я тогда смотрю на него, думаю, так, если я съем, ну, я же сама хочу его съесть, дома, сама, но никто же узнает, что зимой, я вам помидора. Или выйти на улицу, но надо со всеми пойти. в детстве. Засадываешь. 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 Как зовут? Меня зовут Таня. Разным образом, у меня такой самый основной, просто, комната была, да, цвет, в основном, холодный, белый, с голубым, ну, такой все, лед, лед. И на полочке лежала коробочка с коньками. И в итоге, я эти коньки просекала, это ощущение скорости, изменяемости картинок, легкости. Ну, вот это основные опыты. Ваши ощущения в теле какие-то? У меня изначально было развитие, в голове, как виток сначала раскроется, лотос, а потом уже вот это все. Поэтому у меня была основа вся в голове, и такое расширение. А в теле потом скорость, лёгкость. Ну, я просто, не знаю, вот если бы пыталась, я бы как-то много струн. Мы-то тебе образ подкинула, без проблем. Ну, естественно. Ассоциативные коньки, это сталь, скорость, это балансирование, это баланс. Понимаешь? То есть, все равно, скататься от дисков. Ну, как бы, научиться баланс? Не придёшь, что? Научиться внутренний баланс, да? Цветок. Когда мы выходим на внутренний баланс, вот указание, у нас открываются все эти возможности, то есть, сложности все равно. То есть, для тебя это получается, сейчас выкивал, научиться внутренним балансом, да? между радостью, убором. Точнее, чтобы не было, что внутреннее состояние было. Баланс. Когда ты выйдешь, например, самоконтроль, да? Промога, если у тебя сейчас еще есть, да? И тогда ты, в принципе, у тебя широких скоростей может быть. Ну, когда на скорости мчишься, чуть-чуть в картинке, люди, события… И тогда, когда ты выйдешь в баланс, у тебя скорость помчет, у тебя события сами будут складываться так, что ты даже будешь думать, а у тебя уже сразу же и подумать, да? В принципе, у тебя вот это, не забито тело, эмоциональное, в принципе, тебе осталось только собраться с самоконтроль, контролем, балансом внутренним. Что тебе за это нужно? Мысли контролировать. Да. Потому что сейчас все сбывается. Вы просто не представляете, у нас мысль такой хаос, мы должны научиться их отслеживать. Просто все сбывается. Мы просто даже не успеваем, мы думаем, куча всего, у нас нет этого концентрированного понимания. Все сбывается. Зачтите, наблюдаю. Вы поставьте, чтобы нас еще назад думали, а мы пока сейчас думаем. Вы не думаете. Так же думаешь, что у нас бывает? Да. Может еще думали, если первая была пятинка, алмаз. Вот самый первый. Тебе на чистоту Алмана превратился. У меня немножко. Не совсем. Не надо. Что тебе, может, дисциплину какую-то выработать? Я скажу. Что это, кстати, день Нарисим. Нарисим хочу думать. Буддийский правильник такой, что сегодня можно врата скинуть, отказаться на какой-то мистикат, сигареты или то, что вы хотите. И вот какое-то намерение, что вы хотите в жизни получать. Если вы сможете соблюсти этот счет, то есть даже лучше. Успеть даже лучше будет. И полнаду я, по-моему, сегодня. Да. Двадцать третий пускец. Ну, это такой день, когда вы сегодня покупаете в ход исполнения своих каких-то мистик. Да. Это сегодня? Да. Год. Аскез. Год. Ну, это не значит, что мы одни две. Можно отмышать. Я уже второй раз. Для чего вы можете брать? Можно отмышать. Можно отмышать. Отмышать. Да, конечно. У меня испанец. Там, со временем, она почиталась. Блин, там, годы там много. Можно там меньше? А на годы? Отдаваться начинала. А я такой ничьей, поможешь? А может быть, шесть шапок? За шкурой. А она сейчас не придывается. Отказаться от неправильных действий. Таких как осуждения, акция. Да. Не судьба. Затянется. А вы начинали по ночной ночной ночи. Что-то одно. А хотя бы отслеживайте. Ну, это самое сложное. Да, именно. Можете отмышаться, допустим, отмышать. Такое. Нормально. Нормально. Не хватит. Нет, отмышать. 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 Вот она, отмышать. Вот она, отмышать. Это как ждать, как жена. Это крошка. А я вот у меня квартиру, наверное. Отмышать. 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 И, конечно, мы первую чашку будем, в своем удобном. Вау. Вау. И пей, ты знали. Ты натошку лечишь. Открылся. Вау лечишь. Я вам все знаю, какой эксперимент. Почему я тебя экспериментирую? И мои. Может, я не руку не обрезаю? Да. Может, я сама. Может, я сама. А ты что видишь вот это? Только если у вас не служится, я не виновата. А еще ничего. А когда брать? А когда брать? Сегодня надо? Да. Что, писать мне? Или просто обумевать? Можешь написать. А потом? Алисе Лаврищевой пишешь. Манушам нашли договор со вселенной. Написала ответ. Да? Там надо прям заговорить. Отмышать. 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 Смотри, я отказывалась от конца. Отмышать. 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 Я вообще не хочу. А, это все. Не знаю. Вот, кстати, если бы вот это было, было бы хаприкольно. Так, давай. Три минуты. Пам. Поможет. Всем помочь. Пам. Мне сначала был образ тёмно-тёмно-синий цвет, знаете, какая-то глубина, то ли кожа, то ли глубина. Ты просто любишь синий цвет, его. Нет, нет, она интуитивно выбирает какой цвет, потому что он не садится. Вот, а потом резко меняется картинка, знаете, вот как будто какой-то мультик. Тихо. Цвета такие вот от светло-зелёного до светло-зелёного, как радуга, что ли, всё. И всё такое воздушное, как будто бы я парю над этим. А как-то тут? Ну вообще тут синий цвет по управлению. Управлению. Управлению? Да, там, вот. Как это? Менеджерс. Менеджерс. Что-то непросто через слова, через действия кем-то управления. Прямо менеджер высшего звена. Технинг цвет. Руководительный. Что это для тебя? Вот насколько волевое тебе начало? Я всегда не пожаловала. Вот что мы избегаем, я всегда у меня тройка по менеджерам была. Кому меня всегда сама издыхала? Карма, я как-то хочу работать с людьми. Я всегда мечтала работать в своём кабинете. Чуть-чуть искать. И меня никогда не проплывали. В итоге я вышла. Вышла к тому, к тому предназначению. Я должна людям рассказывать, выносить какую-то информацию, доносить, рассказывать, объяснять. А я всегда думала, что это будет. Не дай бог, не хочу искать. А это ты тоже узнали через... Это потому, что я начала с собой работать в частицах. Мне тоже кажется, я ещё год назад приняла. Чего-то последнего будет. Чего-то последнего будет. Чего-то, когда вы сможете сюда быть. Боишься? Здесь тебе тоже надо поработать со специально, с собой поработать, со своими установками, которые мы получили, вот эти программы обеспечения от родителей. Что-то оставить полезно, что-то работает, что эффективно. А чего-то напрочь. Вот как шкафа срывает, да? Что-то ещё можно вообще-то оставить, а что-то нафиг выжать. Вообще нафиг не нужно. Вот это барахло внутреннее, почти. Значит, нужно выбрать то, что тебе подходит. Здесь мы получили массу инструментов. Мы познакомились с крупными специалистами. И, возможно, какой-то экзамен, кому-то хочется. Поэтому... Оль, зачем? Скажите, пожалуйста, а белая тебе дает? Смотрите, я знаю, что так, как уложено. Но дело в том, что я не могу сказать, что у меня полноценно. Когда всё пришло, потому что он звенел телефон с вибрацией, которая меня выбивала. Вовлекала. Да. Вот. И насмучало, изначально. Это было пространство. Это пространство. Я делала цветов. Но ощущение, это то место, откуда всё начинается. Вот такой цвет. Как вот Саша объясняла, почему я так дальше вопросов. Есть плотный молочный, прям с сероватым. Это обида. А если есть лёгкий, светящий, это скорее всего, что-то про... Он такой яркий... Как про благословение какое-то. Что у тебя есть, вот эта энергия, давать такие же слова, напутствие говорить, что люди заряжаются, им хочется обижать и делать. То есть, как бы человеку правильно что-то сказать, поддержать, сказать, как благословение, что это такое. Предыдущие руки, Алла, много таких людей было, которые могли... Вот они, если ховыряют, что вы петёте, то они что-то. Сейчас ты просто не петёте. Вот это насколько сила такая, силия, пока дающаяся. Ну, это тоже, как цветового, клиента к тебе будет убегать за вот это некопитет. Ну, ты замечала. Не хватает, ты что-то... Идёшься мне тоже рассказывать. Давай, давай. Что же, хотела? Я ещё одного человека послушала, у меня 10 часов. Могу рассказать ещё? Могу рассказать? Ну, сейчас, а может, я всё равно сделала. А, Валечка, давай. Я могу лишь не рассказать. У меня есть радость на Северку. Сначала я в окружении такой, как белый, потому что здесь не вижу дивы, а потом, как бы, и младили, просто вот как раз, была такая вот, как вылечная. Ну, как тизон, варентинная. Мне было какой-то даже ясной практически, но такое вот перемещение меня в разных пространствах и образе вокруг. Они вот так чуть-чуть длинулись, достаточно гармонично складывались, вот, в течение моего восприятия. И вот эти цвета разные, они складывались, как бы, в теле, в платье. Вот смотри, ты сама сейчас произносишь те фразы, которые про тебя, гармонизация. То есть твоя задача, там, где ты появляешься, если есть хаос, ты гармонизируешь, устраиваешь. Фэншуй, организовывать пространство. Или, если это не пространство, не дизайна, людей правильно ставят на нужные позиции. Вы, знаете, я дизайн. Да-да-да, я дизайн. Я на тебя, ну, я с тобой начинала говорить, я фотосистически в тебя входит. И это есть у всех. Мы все этим обладаем, вот, как, напомни, как, скажите, говорите, нет, не забыла, а это сильно может быть, Таня. Да, вот Таня, когда нас клиент, с кем-то, с руководителем договаривала, она считала внутренней боли, что он ребенок обиженный, у него это, блин, он же руководитель, а у него сидит это. То есть она невольно, уже не возникла. Она с ним начала разговаривать, она не начала провести. Вот сейчас я с тобой начала разговаривать, я в тебя проникла и скидала в этом. И там же карты можно организировать, а может, прям было по-дизайнам. Ну, так же ты, значит, работаешь, если ты дизайнер, ты на своем месте, ты уже по предназначению. Опять же, я еще раз пообщу, предназначение не профессии. Иногда предназначение совпадает с профессией. Но внутренний мотив, с которым мы работаем, определяет, как мы себя будем чувствовать. Если мы работаем по профессии, по предназначению, но внутри нас куча обид, претензий и проклятий, то нам не будет благоприятствовать вселенная, нам не будет расти доход, не будут приходить нужные люди. Если мы начинаем трансферировать что-то чисто, ну как, работать с собой, убирать все эти негативные моменты. То есть, если твоя задача гармонизировать, не только пространство и дизайнер, но гармонизировать именно с любовью. Ты работаешь, делаешь, как кайф тебе это радует. То есть, ты уже частичку душегрузишь. И опять же, еще раз, если вы идете по предназначению, у вас максимально благоприятствуются. Люди приходят, у вас доходы, у вас все легко повышается. Если я тебе, чтобы ты понимала, в рамках, куда ты движешься, или никуда, уже поняли, что ты по предназначению, но если ты не чувствуешь внутреннего кайфа, то что там нужно в себе помочь? Я думаю, что у меня такое бывающее перемещение, наверное, не в одной. Ну, разные, ты можешь сразу сфера отдавать. Вот можешь встать, прописать себе завтра, послезавтра, просто порефиксировать на бумажке. Можно просто, когда мы просто показали, у нас нет своей язды. Когда мы начинаем выписывать, у нас больше понимания приходит. Я, допустим, скажу, просто приведу пример по своей жизни. Да, я 10 лет работала в бизнес-праведах налоговыми. Я не росла. 10 лет работала. Те, кто приходили вчера в сервис, они там начальниками с ними были. А я, как-то знаете, как в стену, бомбьешься, и ты знал никакого результата. Меня ценили руководители. Мне доверяли там аналитическую деятельность, серьезную, работу налоговой, управление обзористом. Но меня не поднимали. Я начала заниматься психологией. Я феела от того, как мне быстро люди дали. Мне дали разрешение читать соседей. Мне школа, которую я представляю, тоже основательная. Дала разрешение. То есть я пока прежде, чем выходить, я получила разрешение у всех. Могу я это делать или нет? Мне сразу дали. То есть настолько все легко. Я от неожиданности, у меня на физике сопротивление началось. Значит, я пошла по своему вкусу. Разве люди будут, мне легко все получается. Если у вас что-то где-то не туда, посмотрите, подумайте. А куда я вижу? А если вначале все шло хорошо, а потом склоповано подстало? Это что? Здесь нужно разобраться, почему склоповано и склоповано. Ожидаю, ну, внутрь всегда нужно смотреть. Может быть, нужно поменять направление. У нас на жизнь дается четыре направления. Четыре направления. То есть в определенные периоды жизни можно совмещаться. Может быть, ты выросла из того, где легко получаешь. Тебе нужно присоединить еще какое-то действие. Не оставляя это. Присоединить. Тогда у тебя и здесь, и здесь пойдет хорошо. Дополнительно. Можете расширяться надо. Не упираться в одном направлении жизни. Ты здесь проработала, все покажет, и тебе не хочется ничего менять. Но тебе заставляешь, что ты можешь дать больше. Дебе нужно расшириться. Возможно, не оставляя эту деятельность. Тебе нужно что-то еще дополнительно делиться. То есть мощнее, помощнее. И соответственно, что уже больше того места, где ты находишься. Не касаясь там и там, то может быть, она собрала. То есть оставить где-то всю силу. Ну, то есть мы там, ну, точнее, что энергию можем отрабатывать. И это не профессия, это то, что мы дадим энергию. Даже иногда многодетная мать, это ее предназначение на эту жизнь. Ей не обязательно работают. Она может просто рожать детей, любить мужа. И муж принесет ей того мамонта или стучит семью. Просто за счет того, что она действительно может, пожалуйста, эту свободу, любовь поднимать. Сидеть и очаг организовать. Это ее предназначение. Смириться и дать ей. Так, Диана. Диана была звонила за то. А сегодня какой-то праздник? Просто я не сезон. А, можно? Можно. Можно. Можно сфотографировать. Так, нет. Можно? Можно. Можно. Для сфотограф 這ицотографа. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok